Субботний дождь наделал много бед. Затопленные дворы, улицы, превратившиеся в реки. Утопающую чету заметили и представители Росавтодора. Сегодня у нас дождик. Видели? Как у вас ситуация именно с дорогами, с потоками воды, с ливневками и так далее? Значит, с ливневой канализацией, действительно, с водоотведением по дорогам, именно города, в данный момент мы в городе находимся, в районах, она очень критическая. Мы понимаем, что обслуживание этих ливневых систем не производится в этом году и, видимо, не производилось в предыдущие годы. Эту ситуацию нужно срочно решать, потому что если вода не будет отведена с улиц, то дороги, какими бы качественными они не были выполнены, они, безусловно, начнут разрушаться. Это ключевой момент. Я думаю, что все коллеги, кто занимается городским хозяйством, это понимают и найдут ресурсы организационные, материальные для того, чтобы этот вопрос решить. Мы очень на это надеемся. В противном случае, дороги могут быть, скажем так, разрушиться в течение нескольких лет, вновь ремонтированные. Ситуация с ливневыми стоками в Чите непростая. Стоки есть, но как бы и нет. Где-то не прочищены, где-то обрушены, где-то завалены песком или вообще заросли. Сегодня на планерке в администрации города это одна из первых тем. Коллектор сделан и на полуэтапа брошенный коллектор. Приведите туда предпринимателя, вот эти две фамилии, которые вы мне называли. Когда вода будет, и пусть он послушает от людей, какое мнение они про него скажут. Сколько они устали уже страдать из-за этих предпринимателей, которые строят, а коллектора не делают. А комитет у нас, управление архитектурой, во главе со старым архитектором, наподписывал он им. О людях-то он не думал даже. Он только думал о предпринимателях. И у них было в проекте коллектора, а они их не сделали. Это я открыто говорю, что мы разобрались. Поэтому я вас попрошу с этим разбираться. Если нужно следственные органы, отправьте, значит, в следственные органы все эти подписи. И пусть они разбираются, кто им наподписывал и кто разрешения такие надавал. Потому что мы с вами тратим финансирование, тратим. В эту субботу мы очень много финансирования уходим. Вот это все откачки, вот эти все делают коллектора, которые не мы должны делать, а те, кто люди должны, лица делать, предприниматели. Разбирайтесь с этим. У нас неделя с вами, это дождливая неделя. Посмотрите, что происходит. Что касается нашей работы, мы должны выполнить всю эту работу. Усугубляет ситуацию в городе ремонтные работы по дорогам и раскопки ресурсников. Понятно, что делать надо. Иначе зимой прорывы труб могут оставить дома без тепла. Но ведь нельзя все делать спустя рукава. Уважаемые коллеги, у вас 53 ордера не закрыты. 53 ТГК-14. Когда вы будете это делать, я не знаю. Подрядные организации, вы их отбираете. Поэтому подрядные организации, соберите их. Проведите с ними беседу. Они проблему нам создают в городе. Ваши подрядные организации. А вы, как контролирующий орган, должны нести за это ответственность. Что раскопками, раскопками, ну пусть переходит в ночную смену. Времени осталось мало. В субботу дождь показал, как у вас подрядная организация, у нас водоканал, делали колодец на Амурской. И вся вода от ваших раскопок пошла водоканал подмывать. И в оперативном режиме, потом мы выезжали с Геннадия Николаевича, видели, как работает. Но так же нельзя работать. У вас подрядная организация, вы их наказываете. Вы же их нанимаете. Станислав Сергеевич, оштрафовать все ресурсников, где нет ограждения. Проверить всех. И водоканал проверьте, и ТГК-14. Еще раз проверьте. Безалаберность при большом ремонте улиц Читы привела к тому, что пострадало население. Ну, на Журавлево, я надеюсь, что вы сделали, составили акт. Вчера я вам позвонил. Там ничего нет. Там просто ничего нет. Там лежат трубы посреди дороги. Раскопали эту яму. Ни лента, позвоните, никакого ограждения нет. И асфальт мы новый положили, Вадим Иванович, в прошлом году. И асфальт весь там смыло дорожку. Полтора метра ее просто смыло. А почему? Потому что они убрали бордюр ваши подрядчики. И в воде куда деваться? Она пошла в дома на Нечаево, Игорь Владимирович. И затопила нам дома. Вот как мы работаем. Вот так мы здорово все работаем. И вот этот поток, который несет эту грязь с ваших раскопок, он весь теперь на дорогах у нас лежит. Я думаю, я вас попрошу обратить на это особое внимание. Вы читайте интернет. Почаще читайте, смотрите телевидение. ГТРК, читайте ЧИТАРУ, ЗАПТРУ, смотрите ЗАПТВ, репортажи. Скажите, Вячеслав, какие репортажи вы делаете по раскопкам. А вы покажите своих подрядчиков. Может им стыдно чуть-чуть станет. Что страдаем-то мы, горожане и наше население от этого беспорядка полнейшего. Вы наказываете их? Станислав Сергеевич, к концу недели мне полностью всю информацию по всем административным правонарушениям. Что говорить главу администрации города проняло. И это понятно. Возможны срывы ремонтных работ и новые затопления. А вот проняло ли строителей и их заказчиков. Вячеслав Батлинский, Дмитрий Пенегин, ЗАПТВ.